Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Много ли мусора удалось собрать активистам с прибрежной территории? Главное баскетбольное событие лета. В областной столице состоялся турнир 3х3 Самара Опен памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева. Безопасность школьников в приоритете. Глава города Елена Лапушкина на еженедельном совещании в мэрии поручила профильным ведомствам проверить готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Кроме того, с учетом роста числа заболевших COVID-19, все учебные заведения должны быть оснащены санитайзерами и средствами обеззараживания воздуха. Какие еще вопросы обсудили в администрации города, расскажет Ольга Павлова. За три дня до первого звонка в новом учебном году к школам города повышенное внимание. К празднику общеобразовательные учреждения готовились тщательно. В 34 из них перед 1 сентября провели капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов. Еще в 31 учреждении капитально отремонтировали кабинеты, прачечные, ограждения, обновили материально-техническую базу. Конечно, особое внимание обращали на безопасность. Это и подходы, подъезды к учебным заведениям, это нанесение рассметки, установка, где еще не установлено дорожных ограждений, проверяли работу светофоров, доставляли светофоры. На еженедельном совещании в мэрии глава города Елена Лапушкина поручила профильным ведомствам еще раз перепроверить готовность школ к новому учебному году. И если возникнет необходимость, незамедлительно устранить все выявленные недочеты. Отдельно нужно обратить внимание на высшие и среднеспециальные учебные заведения. Впрочем, в этом сезоне практически все общеобразовательные учреждения сдали паспорта готовности вовремя. У нас проведены работы по ремонту кровель, капитально-ремонтные работы по спортзалу, по актовым залам, системе отопления, ГВС, КЛС. Но потребность очень высока. Исходя из этого, уже сейчас при формировании бюджета 2023-2025 годов, этому будет уделено особое внимание. Немаловажный вопрос в повестке дня соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в период роста числа зараженных COVID-19, в том числе и в общеобразовательных учреждениях. Все, без исключения школы, должны быть оснащены санитайзерами и средствами обеззараживания воздуха. Только за последние три месяца количество инфицированных пациентов, которых ежедневно выявляют медики, увеличилось практически в два раза. Что можно рекомендовать? Это введение масочного режима. Рекомендательно по закрытых помещениях при большом скоплении лючей и торговые центры, супермаркеты. Кроме того, чтобы обезопасить себя, близких и людей из окружения, необходимо вакцинироваться и через полгода делать прививку повторно. В Самаре продолжают работать прививочные кабинеты. Некоторые из них функционируют в круглосуточном режиме. Наладить работу по вакцинации сотрудников необходимо на предприятиях. В приоритете – объекты торговли и социальной сферы. Также прививаться нужно пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. И те, и другие входят в группу риска. По людям старше 60 лет. Давайте тоже вот эту работу активизируем. Как мы раньше с вами делали, прям адресно обзванивали людей, напоминали о необходимости делать прививки. Медики напоминают, для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник Ви», который абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг, по телефонам поликлиник или по номеру горячей линии 122. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самаре отметили праздник, посвященный одному из главных духовных символов региона. В 1877 году монахини Иверского монастыря вышли знамя, под которым самарские воины отправились освобождать болгарский народ от турецкого ига. Как в областной столице отметили 145-летие Самарского знамени, расскажет Светлана Кудрявцева. Самарское знамя отмечает 145 лет. Праздник начался с торжественного молебна в Иверском монастыре, где в 1877 году послушницы вышли полотно, которое стало символом освобождения болгарского народа от османского ига. Они вложили прежде всего туда свою любовь, молитву, чтобы воины почувствовали эту категорию отношения к ним, чтобы вдохновились. И вот вдохновение – это как раз то мужество, та категория жертвы, которая пресекает измерения. Самарское знамя – это триколор из шелковых полотен красного, белого и синего цветов. В центре находятся изображения Богоматери и Кирилла Мефодия в золотом кресте. Серебряный наконечник флагштока был выполнен в византийском стиле. Полотно изготовили в Самаре по инициативе гласного городской думы Петра Алабина. Он же возглавлял делегацию, которая привезла и вручила знамя болгарским солдатам. С ним сражались в битвах за Старозагору и Новозагору Шибку и Шейнова. Оно стало знаменем героем, единственным в мире, награжденным орденом за храбрость. В молебне приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, глава города Елена Лапушкина – депутаты. Сегодня Самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии. Одна из его редких копий хранится в Патриаршем Богоевленском кафедральном соборе в Москве. В 2018 году ее передал губернатор Дмитрий Азаров, отметив, что Самарское знамя по-прежнему остается важным духовным символом, который позволяет черпать силы, а также вдохновляет многих людей на благие дела. После молебна состоялось возложение цветов к могиле Петра Алабина на территории монастыря, а затем крестный ход – знамя принесли в Струковский сад. На открытии фестиваля в Струковском парке зампредправительства региона Александр Фетисов зачитал приветственный адрес помощника президента России Владимира Мединского. Дорогие друзья, от всей души приветствую участников и гостей Международного патриотического фестиваля «Самарское знамя». Самарское знамя, цвета которого легли в основу существующих и ныне флагов Самарской области и города Самары, олицетворяет яркую страницу отечественной истории, один из многочисленных примеров бескорыстия русского народа, внесшего решающий вклад в освобождение Балкан от иностранного порабощения. Слова благодарности в приветственном слове прозвучали в адрес регионального отделения Российского военно-исторического общества и всех причастных к организации фестиваля за активную гражданскую позицию, бережные отношения к исторической памяти и кропотливую подготовительную работу. Для гостей фестиваля в парке развернули исторические интерактивные площадки, воссоздающие быт, культуру и традиции конца 19 века. Самарская публичная библиотека, она сейчас находится на улице Куйбышева, раньше это была улица Дворянская, и Алабин имеет непосредственное отношение к нашему зданию. Он курировал библиотеку в нашем здании. Мы вот с собой принесли каталог Самарской публичной библиотеки 1886 года. Мы взяли с собой экспонаты, несколько экспонатов из нашего музея Александровской публичной библиотеки. Это канцелярские принадлежности, книги. Ну, муху, да, муху всем нравится, муху все смотрим, это такой пресс-папье, очень оригинальная, вторая половина 19 века. Самарцев радовали музыкальные и танцевальные коллективы города. Чудесный фестиваль, танцуют, развлекают, музыка прекрасная звучит, много деток, людей разного возраста. Это чудесно, прекрасная погода, очень красивый сад и замечательное мероприятие. Исполнением известных маршей радовал гостей фестиваля Духовой оркестр. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Добраться из одного конца Самары в другой, без пробок и в считанные минуты. В 2024 году планируют сдать новую станцию метро, театральная. Это стало возможным благодаря федеральной поддержке, которую получила область. При этом администрация Самары в тесном взаимодействии со всеми профильными службами оказывает необходимую поддержку и помощь в реализации масштабного проекта. Точка метрополитена на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской станет 11-й и последней на ветке Самарского метро. Несмотря на то, что зачастую строительство связано с некоторыми неудобствами, плюсов от возведения новой станции подземки намного больше. С ее появлением жители смогут в кратчайшие сроки добраться с безымянки до культурного и исторического центра города. При этом существенно сократится интервал движения поездов с 12.15 до 5.8 минут. Кроме того, реализация проекта позволит электродепо развиваться в ускоренном темпе и закупить дополнительные подвижные составы. По прогнозам специалистов, после открытия станции снизится транспортная нагрузка и пассажиропоток увеличится не менее чем на 15%. Станция театральная появится в самом сердце Ленинского района, где сосредоточена культурная жизнь города. Здесь располагаются все знаменитые театры Самары. Преимущество получат не только зрители, но и работники учреждений культуры. Действительно, центр города, вот театр оперы и балета, рядом театр драмы, недалеко филармония, музей Алабина, театр кукол. Ну, в общем, все наши основные культурные учреждения, куда мы ждем наших зрителей со всего города. А транспортная доступность, ну, она за последние годы, естественно, стала немножко сложнее. Машин стало гораздо больше, двигаться по дорогам стало достаточно сложно. И метро сегодня, на мой взгляд, это действительно панацея. Метрополитен, станция театральная, будет в шаговой доступности до любого театра. И спектакли, заканчивающиеся в вечернее время, не будут так ограничивать нашего зрителя для посещения театра. И ждать, когда этот же спектакль пойдет утром, чтобы добраться. В Самаре с начала сентября будет скорректировано расписание движения по дачным маршрутам. Из-за сокращения светового дня транспорт будет отправляться в город раньше. Также на некоторых маршрутах будет изменено время отправления по утрам. Напомним, в этом сезоне в областном центре работают 29 маршрутов. Если сейчас уехать на дачу можно как в будни, так и в выходные, то уже в октябре автобусы будут ходить только в субботу и воскресенье. Кроме того, городские власти напоминают о необходимости пополнить транспортные карты школьника и студента. Традиционно с начала осени возрастает пассажиропоток, поэтому контролировать работу общественного транспорта в Самаре будут в усиленном режиме. Более внимательно будем смотреть и контролировать выполнение расписания. Вот в последнее время поступают обращения, что отдельные автобусы, есть такие инциденты, когда на каких-то остановках там то ли не останавливаются, то ли их пропускают. На это тоже будем уделять особое внимание. С перевозчиком обязательно проведем работу. сядем, проговорим, что такие вещи, они должны быть исключены. Если есть официальная остановка, значит автобусы, неважно трамвай, троллейбус, на ней должны останавливаться, чтобы пассажиры могли выйти там, где им нужно и попасть туда, куда им нужно, не совершая каких-то там лишних пеших переходов. В Самаре на острове Проран прошел экологический пикник. Участие в нем приняли более ста молодых людей, которые вызвались помочь убрать мусор с прибрежной территории. Подобные субботники администрация Самарского района проводит ежегодно. По традиции, всех участников после окончания уборки ждал вкусный обед. Теплоход Москва взял курс на остров Проран рано утром. На его борту более ста парней и девчонок. Все они стали участниками эко-пикника. Волонтеры вызвались помочь собрать мусор на прибрежной территории острова. Дело в том, что я очень давно отдыхаю на этом острове с 2013 года и мы с друзьями постоянно собираемся. После отдыха берем мешки и убираем за собой мусор. И честно говоря, я был бы очень рад, если бы все люди, которые приезжают сюда после себя, обязательно дали мусор. По статистике, каждое лето на Проран приезжают отдыхать порядка 50 тысяч человек. На острове расположены турбаза, дача и летние домики. Кроме того, теплоходы и катера привозят горожан, которые прибывают на один-два дня просто позагорать и покупаться. Не все, конечно, благоразумно относятся к вывозу мусора. Кто-то оставляет этот мусор на месте, кто-то, слава богу, доносит их до контейнерных площадок. Но, тем не менее, за летний период скапливается большое количество мелкого мусора на острове. Вот, собственно говоря, это экологическая акция и призвана как раз таки убирать мусор за нерадивыми отдыхающими Самары. Люди откликаются охотно, да, с удовольствием едут, убираются, потому что погода хорошая, история хорошая и можно почистить окарму. Это один из таких островов, которые у нас здесь проживают жители в летний период, приезжают, отдыхают. Это место, которое к себе притягивает. Один из таких знаков островов на территории нужно очищать, нужно облагораживать, чтобы она у нас была чистой и комфортной для пребывания наших жителей. Несмотря на палящее солнце, участники эко-пикника «Чистый проран» несколько часов собирали мелкий мусор на прибрежной зоне острова. В среднем, чтобы наполнить один большой пакет, достаточно было пяти минут. Подобные субботники проводятся властями Самары два раза в год. Ведь если оставить то, что выбрасывают туристы, то во время паводка весь мусор окажется в Волге. Те люди, которые здесь знают давно остров, видят, что действительно здесь была огромная свалка, ее уже нету и поставлены стараниями городской администрации контейнеры мусорные, если вы видите, уже люди не бросают об попаде. Ну, я хочу сказать, культурные люди, нормальные. После того, как мусор был собран, всех участников по традиции накормили рассыпчатым пловом. Светлана Тимофеева, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарском МПТТУ начата внутренняя проверка в связи с актом вандализма. Около пяти утра в депо на улице Физкультурной обнаружены испорченными сразу три единицы общественного транспорта марки «Адмирал», которые в прошлом году были закуплены на средства дорожного нацпроекта. Они курсируют по самому протяженному в Самаре и востребованному троллейбусному маршруту номер 4, от Металлурга до железнодорожного вокзала, охватывая более 30 остановок в каждом направлении. По информации МПТТУ, чтобы попасть в депо, злоумышленники повредили ограждение с колючей проволокой. Теперь испорченный подвижной состав придется оперативно привести в порядок, чтобы уже на следующей неделе он мог работать на линии. Граффити на кузовах тщательно ототрут с применением специальных химических составов. Страшная авария произошла в воскресенье в Волжском районе региона. Там столкнулись три легковых автомобиля. Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, ДТП произошло около 11 утра на 25-м километре автодороги от Самары до Новокуйбышевска. Водитель Ауди ехал со стороны Чапаевска, не заметил припаркованный у обочины автомобиль БМВ и врезался в него, после чего его отбросил Volkswagen, который ехал в попутном направлении. От удара автомобиль отбросил в другую сторону дороги. Транспортному средству оторвало бампер и заднюю ось. Вторую машину перевернул на крышу. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Volkswagen. Их госпитализировали. В минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции выявили более 2300 различных правонарушений в области дорожного движения. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 52 водителя. Еще 4 водителя управляли транспортным средством без удостоверений. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли 436 автомобилистов. 79 водителей нарушили правила перевозки детей. Также выявили 124 правонарушения со стороны пешеходов и 69 со стороны водителей. Региональная госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия. Жаркое лето медленно близится к финалу, а вот второй сезон проекта «Летние вечера духовой музыки» завершился уже в эту пятницу. Концерт прошел традиционно возле памятника Александрийским гусарам и собрал немало слушателей. Подробнее в нашем следующем сюжете. Торжественные звуки оркестровой музыки разносились по улицам Самары, провожая лето. В течение трех месяцев жители и гости города могли прийти послушать живую музыку к памятнику Александрийским гусарам. В эту пятницу состоялось торжественное закрытие сезона проекта «Летние вечера духовой музыки». Вновь прозвучали полюбившиеся всем композиции «От марша до танго». Для гостей выступал военный оркестр 15-й гвардийской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижера гвардии майора Вячеслава Варушилова. Сегодня у нас, как и все лето, происходит праздник небольшой для жителей города, для наших гостей. Военные дарят свое искусство всем жителям города. Помимо этого, в программу финального концерта включили прочтение стихов, написанных офицерами 5-го гусарского Александрийского полка. Некоторые стихотворные произведения были забыты, но прозвучали вновь этим вечером впервые за сотни лет. Все мы знаем о прославленном 5-м гусарском Александрийском полку, который в 910 году прибыл сюда, на берега Волги, в славный город Самара. Но мало кто знает, что большое количество творческих людей служило в полку, это такие, как Гумилев, Петрушевский. Участники военного оркестра одеты в полевую историческую форму 5-го гусарского Александрийского полка. Именно такую носили гусары в период своего пребывания в Самаре с 1910 по 1914. Сегодня в дань памяти о прославленных Александрийских гусарах 15-я отдельная мотострелковая бригада носит их имя. Самарцы с удовольствием приходят на вечер оркестровой музыки второй год подряд, приводя с собой друзей и близких. Всего за это лето было отыграно 6 концертов, каждый из которых был по-своему незабываем. Александра Гусева, Сергей Баскин, События. В Самаре состоялся 13-й турнир по баскетболу 3х3 «Самара Оупен» в памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. В этом году показать свое мастерство приехало рекордное количество спортсменов. С подробностями Светлана Кудрявцева. Баскетбольные площадки для разминки, тренировок и состязаний. Площадь Куйбышева превратилась не в одну, а сразу в несколько спортивных арен. Рекордное количество участников приехало на турнир по баскетболу 3х3 «Самара Оупен». Он посвящен памяти легендарного тренера Юрия Павловича Тюленева, который воспитал целую плеяду успешных спортсменов и сотням молодых людей дал путевку в жизнь. Воспитанником Юрия Тюленева является и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по инициативе которого проходит этот турнир. Глава региона принял участие в матче «Звезд». Чтобы вдохновить юных спортсменов, на площадку вышли именитые баскетболисты, мастера спорта СССР и России, чемпионы Европы. Эмоции, знаете, они все в игре еще, да, вот в этой спортивной борьбе, в этом командном духе, в подвернутой ноге, которой, ну, в общем, без травм и спорт иной раз и не бывает. И, конечно, самое главное, что есть радость общения с друзьями, с которыми давно не виделся, радость от любимой игры. И я рад, конечно, тому, что сегодня здесь на площади собралось столько народу. Вновь побит очередной рекорд. 278 команд-участниц, больше тысячи участников сегодня на площади Куйбышева. Мы рады наших гостям. Для участников организовали 17 площадок. Главный корт – дом баскетбола, три профессиональных корта и 13 площадок с мобильными стойками. Зрители могли принять участие в мастер-классах и посмотреть шоу летающих баскетболистов. Турнир известный, турнир популярный. Сегодня команда ребят играет с раннего утра и до позднего вечера. Сегодня также была категория «Тихий баскетбол». Это дети, лица с литературальным нарушением, которые также начали играть в баскетбол, показали хороший результат. Они большие молодцы, учитывая, что они начали тренироваться только в июне этого года. Поэтому для Самары это грандиозное событие, это настоящий праздник всех любителей баскетбола. И, как видите, огромное количество и спортсменов, и болельщиков собрались сегодня на этой площади. И целый день до вечера они будут состязаться и выявлять сильнейшего. Призы разыграли в 14 категориях. Среди юношей и девушек, мужчин и женщин, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня баскетбол – один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области. Им регулярно занимается более 34 тысяч жителей региона. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. Сегодня выясняем, покупают ли наши подписчики товары в интернет-магазинах. 48% ответили, что делают это постоянно. 32% заказывают в интернете редко. 13% – только в проверенных магазинах. А 7% подписчиков предпочитают покупки офлайн. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации железнодорожного района рассказывают о несложных играх, которые помогут подготовить детей к школе. Чтобы вспомнить счет, можно предложить ребенку посчитать что угодно. Красные машины на стоянке, пуговицы на куртке, кусочки огурца на тарелке. Игра «Обведи». Пусть ребенок обведет в журнале все слоги на или имена. Найдет на картинке круглые или квадратные предметы. Цель – развить мелкую моторику, потренировать внимательность. Игра «Составь пары». Можно прочитать ребенку пары слов, например, лес, гриб, дождь, зонт, семья, любовь, улыбка, счастье. Затем называть по одному слову из пары, чтобы ребенок вспомнил второе. Это хорошее занятие для тренировки памяти. Департамент опеки и попечительства сообщает, что началась запись на курсы компьютерной грамотности в Самарском дворце ветеранов. Курс рассчитан на три месяца. Занятия будут проходить два раза в неделю по полтора часа. Записаться можно по телефону, указанному на экране. После успешного обучения перед выпускниками откроются возможности чтения свежих новостей или книг через интернет, просмотр любимых фильмов и сериалов, общение с одноклассниками, родственниками и коллегами в социальных сетях, запись на прием в поликлинику, покупка билетов и товаров онлайн, мониторинг цен на лекарства. Телеграм-канал Куйбышевского района сообщает, что продолжает принимать заявки на участие в областной общественной акции «Народное признание» в номинациях «Памяти славы, мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герой нашего времени», «Единство и успех». Заявки принимаются до 31 августа по адресу Бакинская 20. С положением об акции можно ознакомиться на сайте, адрес которого указан на экране. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok